Друзья, категорически приветствую вас! Сегодня будем продолжать работать над магнитофоном Saturn. Поехали! Кратенько новости из песочницы. Получил вот посылочку алиэкспрессовскую. Точно не знаю, что там, потому что заказывал всякое разное. Давайте вскроем, посмотрим. Ну что ж, давайте рассмотрим внимательно, что это я такое получил. Вот такие вот штекеры .-ребята, получил я. Отдельно бы я их, конечно, не заказывал, но тут поскольку сборный заказ, я их заказал. Потому что стоимость доставки, если бы их заказывал отдельно, ну сделала бы эту покупку совершенно нерентабельной. Я находил у нас в Челябинске такие штекеры, тоже есть в продаже по очень доступной цене, но, блин, далеко от меня. Город большой, чтобы мне туда добраться, нужно было оплачивать такси. И, короче, с расходами на такси это была бы тоже совершенно нерентабельная покупка. А так вот я их купил. Ну, конечно, оставлю себе сколько, ну не знаю, штуки четыре, может быть, или шесть. Остальные надо будет куда-то девать. Может быть, объявление выставлю в интернете о продаже. А может, кому-то из вас нужно. Правда, тоже большой вопрос. Пересылка до вас. Может быть, разве что, если вы в Челябинске живете и сможете как-то со мной пересечься, тогда я бы, конечно, часть из них я бы, конечно, продал. Далее. Резиночки. Ну, пасеки, конечно, имеется в виду. Пасеки, значит. Для чего и зачем? Вот, к сожалению, не помню, почем. Если я найду ссылочки на эти товары, я в описании к видео поставлю. Зайдете сами, посмотрите, что почем. Значит, может быть, вы вспомните, что я однажды прикупил кассетную деку без пробега. Деку Sony двухкассетную, которая у нас так и не заработала. И там, очевидно, что проблема в пасеках. И вот эти вот пасеки я купил в надежде, что они подойдут для того, чтобы восстановить работоспособность этой кассетной деки. Размеры мне были неизвестны, но, ребята, у нас с вами есть в Краснодаре Андрей Литвиненко, который уже далеко не первую деку Sony сделал. Я поинтересовался у него, какие размеры пасеков. Он меня проконсультировал. И я взял немножко с запасом, значит, по три или по два экземпляра я взял, короче, каждого размера. А то, знаете, как могло бы получиться. Вот я бы принялся за эту деку, вот я разобрал бы ее, замерил, какие там нужны пасеки, потом бы заказали бы мы с вами их на Алиэкспрессе и ждали бы. И все это время аппарат бы разобранный или лежал на столе, занимал место или, что еще хуже, начинал бы кочевать по углам, чтобы освободить место, которое он занимает. Мне так не хотелось, поэтому я вот по такому пути наименьшего сопротивления пошел. Надеюсь, что из вот этой вот купленной резины что-то мы подберем, что-то подойдет для того, чтобы на эту деку поставить. Далее. Сегодня только разглядывал на ютубе обзор одного своего коллеги на такую кассету и вот я ее получил. Вот теперь я не знаю, ребята, делать обзор или нет на нее. У меня лежит хорошая звуковая карточка. Тоже надо заниматься тем, что приготовить ее можно было бы снять, допустим, АЧХ с этой ленты. Я уже вангую наперед, там, конечно, будет картина не очень красивая. Ну, чтобы хоть как-то добавить что-то к уже тому, что мой коллега по видео сказал. Так что откладываю я пока эти кассеты в какой-то дальний-недальний ящик. Не знаю, как будет вдохновение, время на это все дело и возможность. Сразу же распечатаем, посмотрим, послушаем, подпишем. Такие дела. Далее. Вот это вот самое интересное и самое, может быть, долгожданное мое приобретение. Вот угадайте, что это такое. А это, ребята, карманный осциллограф. Один мой хороший товарищ, телемастер, он уже опробовал. У него уже есть такая штука. Я поинтересовался. Он говорит, да, бери, хорошая штука, не пожалеешь. И, короче говоря, я не раздумывая заказал себе такую вот красоту. Ну, потом уже где-то за кадром, наверное, буду разбираться, как она работает, как пользоваться этой штуковиной. И думаю, что буду применять дальше в своем хобби, в своих ремонтах. И мы с вами будем наблюдать, как эта штуковина работает, если она приехала ко мне исправная. Ну, посмотрим. В общем, по возможности буду держать вас в курсе вот этих вот всех дел и событий. Так что кассетки ТДК-Б, бриллиант, поживут пока на витрине. Поставим их как-нибудь красиво, пускай они украшают памятник магнитной ленте. Вот. А также я, ребята, напоминаю, что вы можете себе заказать катушечную ленту LPR 35, 1100 метров. Кассетная. Вот по 60 минут, которые кассетки еще остались. Осталась одна 90-минуточка. У нее вот в процессе пересылки повреждение упаковки случилось. У нас сама целая в хорошем состоянии. Вот эту песню я шазамил, 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 шазамил. Он мне выдает S-of-Bass и все. Вот S-of-Bass и все, понимаете? Но мы-то с вами знаем, что это группа Востока, а не S-of-Bass. Короче, ребята, по разным всяким причинам я понял, что мне вот эта вот кассета, ну, просто не нужна. Просто можно было, конечно, ее выбросить в мусорку и все. Потому что цена копеечная. И я бы вот ее, если меня смотрит какой-нибудь коллекционер, допустим, кто в Челябинске находится, я бы просто отдал. А если кому-то надо, вот, честно говоря, даже с пересылкой по почте не хотел бы заморачиваться, она вам выйдет за одни только почтовые расходы. Ну, совершенно не рентабельные. Чтобы нам с вами веселее провести время, поставим давайте катушечку. Вот эту катушку я уже неоднократно слушал. Специально ее приготовил, чтобы вместе с вами послушать, потому что она мне очень понравилась. Здесь, значит, у нас Гулькина и группа Звезды и Дневной Ангел альбом. А здесь на второй стороне у нас Идея Фикс. Сейчас давайте поставим. Мы опять вместе. Я предлагаю вам мой сольный альбом Дневной Ангел, записанный музыкантом и композитором Олегом Молчановым. Пусть эти песни сделают вас лучше и добрее, только вера и любовь спасут нас. Пусть эти песни сделают вас лучше и добрее. Давайте кратенько, значит, посмотрим, какой у нас фронт работ по Сатурну. Давайте вспомним, чем закончился предыдущий подход. В предыдущем подходе я производил смазку мотора с лицевой стороны. Нужно будет еще с обратной стороны тоже маслица ему закапать. Вот у нас шкив. Шкив нужно будет почистить и вот эти вот штуковины обратно надеть. Значит, вот что я хочу заметить. С большим трудом вот эта вот ручка возвращается назад и даже она не доводится слегка до конца. Ручка управления режимами работы лентопротяжки. По всей видимости, я так предполагаю, что там загустела смазка. Я очень надеюсь, что пружина, которая толкает наверх, что она в порядке. Нужно будет расшевелить только вот загустевшую смазку. По возможности ее всю убрать и положить туда смазочку новую. Туда, куда я не смогу добраться, там, значит, прокапаем маслицем, чтобы это все разработалось. Потому что реально вот выход из воспроизведения, например, чтобы включить перемотку, нужно еще эту ручку на себя потянуть, а потом уже перемотки включаются. Туго ходит. Дальше, значит, что еще в планах? В планах, значит, снять вот этот вот наш любимый паразитный ролик, оценить его состояние, заменить смазку. Также необходимо усилить пружину, которая прижимает этот паразитный ролик к шкиву и маховику тонвала. Потому что сейчас эта пружина настолько слабая, что скорость лентопротяжки не соответствует. Я вот тут смотрю, с пружиной вот какое-то приключение произошло. Даже не знаю, вряд ли это с завода. Кто-то вручную, что ли, подрастянул, непонятно. Но я думаю, что пружину надо будет сократить, сделать ушко и нацепить на рабочее место. Вот, также мы снимем с вами стол с головками, хорошенько почистим и смажем все, что нужно смазать под столом. Я имею в виду тонвал, в частности. Ну, также и здесь, вот заодно, вот в этих вот всех местах, старую густую смазку буду убирать. И туда, значит, закладывать смазку новую. Под катушники у нас уже обслужены. Эти ролики промежуточные тоже уже обслужены. Где-то тут я маслица покапал, где-то забыл еще капнуть надо будет. И нужно будет еще оценить состояние этих резинок. Вот, к сожалению, на ощупь они каменные. Наверное, придется их поснимать и заложить их в керосин. Ну, посмотрим. Короче говоря, приступаем к работе. КОНЕЦ 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 Обратите внимание, вот этот паразитный ролик, вот он уже весь в трещинах. Ну, так, для информации показываю. И вообще, вот у этого экземпляра резина не очень хорошо сохранилась. Видимо, условия хранения были какие-то неподходящие. Может быть, он в гараже хранился, где зимой крайне холодно. Было, и поэтому такой резина стала. Ну, вот, припоминаю предыдущий Сатурн, вот точно такой же, которым я занимался. Там вот, с точки зрения вот этих вот трещин, да, радиальных, была ситуация лучше. Там была другая проблема, там вот так вот по кромке было изношено. Но эта проблема не помешала магнитофону дальше хорошо функционировать. Надеюсь, что и вот эти вот трещины не составят для нас серьезного препятствия. Тут, как обычно, давно высохшая смазка. Как обычно, ребята. А еще, знаете, я предполагаю, что сюда уже было капнуто смазка. Смазка, по всей видимости, он верещал этот ролик. И владелец аппарата, ну, чтобы он играл хоть как-то, капнул, по всей видимости, до маслица. Мне так кажется. Возможно, он и с этой пружинкой делов наделал тоже. По состоянию резины видно, что нужно искупать в керосине вот этот ролик задубевший. Прижимной ролик тоже довольно жесткий. А также резиночки, которые отвечают за тормоза. Вот эти две резинки трогать не будем. Они, в принципе, свою работу выполняют. И, слава богу, вот это вот все, да, по керосиням. На какое время керосинить будем, не знаю. Будем по ходу наблюдать за состоянием резины. Просто вот это вот может волнами пойти. И это будет уже означать, что даже передержал. А вот эти, может быть, даже подольше можно подержать. Да и прижимной тоже такой плотный. Ему нужно, наверное, больше времени. Я свечу на ветру, лишь свечу на ветру. И быть сможет хоть труд, да, 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 да. Я свечу на ветру, лишь свечу на ветру. Возьмем снеговый, но снег с тобой. Но снег с тобой слушался гряд печальный. Он не рисунной. Нет, смерть не может отняться. Жизнь не может солгать. Ты любовь моя. Все так запросто понять. Но шерчу я опять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, покеросиним немножко. Вот они, наши резиночки. Ох, и вонючий этот керосин. Надеваться некуда. Надеваться некуда. Герметично. Закрою, чтобы вот этот вот запах не распространялся. И будем наблюдать за состоянием резины. Что же такое Идея Фикс? Это идея, которая попала в голову бывшему гитаристу группы X9. И он немедленно обратился к доктору. То есть к музыкантам группы Доктор. И они немедленно предприняли курс лечения и воплотили свою навязчивую идею в жизнь. Итак, мы слушаем новый супер альбом группы Идея Фикс. Субтитры подогнал «Симон»! Это современная музыка в вашем доме. Слушайте только записи группы Идея Фикс. И вы будете счастливы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ребята, нам хорошо с вами! Музыка группы Идея Фикс – это заряд бодрости и веселья на всю вашу оставшуюся жизнь. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, мы слушаем новый альбом группы Идея Фикс. Успехов вам, ребята! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Собственно, дело встало зачем? Субтитры подогнал «Симон»! 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 Наверное, до утра-то оно побудет. А там я утром сам загляну, туда посмотрю, в каком состоянии резина стала. На сегодня у нас с вами все. Благодарю вас за просмотр, за участие в комментариях. Продолжение следует. Желаю всем всего доброго и до новых встреч в эфире. Пока. Берешь набовский адаптер. Берешь ленту, так в какую сторону она будет раскручиваться. Соединяешь одно с другим. Еще не так-то просто это все соединить в притирочку, потому что все, в притирочку. Ты смотри, а. О! Зашло. И садим на подкатушечник. Раз, с замочком. Все, хорошо сидит. Так, катушка-то где? Катушечку берем. И, пожалуй, ножнички. Снимая липкий кусочек, вот этот вот. Что тут провода висят? Вот этот липкий кусочек, он потом при перемотке в обратную сторону может так сыграть. Потому что он липкий. Это ему его лучше срезать. У меня уже так было, я что-то не предусмотрел. У меня так сыграло, что я сантиметров, может, 10 или около того ленты потерял. Таким образом, заряжаем. И поехали. Процесс пошел. О! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...